У нас осталось из узких специалистов детской консультации, стоматолог и эфтезиатор. Больше нет никого. У нас нет ни кардиолога, ни невролога, ни окулиста, ни лора своего отдельного, ни хирурга. Справедливости ради стоит заметить, что хирург в стенах Тальменской ЦРБ появляется, ну, один раз в две недели. Поэтому, если пришел с подозрением на аппендицит, отправят в Барнаул, а это почти 80 километров. Тут, конечно, главное успеть довести больного. Педиатры ставят атиты, танзелиты, ангин, лечат все это. У меня тяжелый ребенок, ребенок с первичным иммунодефицитом. Ребенок, который нуждается, у него еще много сопутствующих, и неврология, и кардиология. Ребенок, который нуждается в наблюдении узких специалистов. Из-за нехватки врачей в коридорах больницы очереди. На свои нервы пациенты доносят до врачей, которые при норме приема 4 человека в час успевают принять около 20. О кабинет экстренной помощи, говорят жители, без постоянного врача, потому что он вынужден вести прием на прикрепленном участке. У меня сейчас недавно жена рогу поранила. Травотечение было большое. Приехали сюда, идите, берите направление в регистратуру. Тут кровь хлещет, они в регистратуруют. Между тем, роддом работает только для экстренных случаев. Беременных женщин на сохранение, по словам жителей, не берут, а отправляют в Барнаул. И это при том, что при ЦРБ построен новый акушерский корпус. Тем временем на 42 населенных пункта в районе всего три педиатра. Два из них – молодые специалисты. Они идут на вызовы и по ночам, и по выходным. Работают в детском отделении, заменяя ребенку всех специалистов. Я педиатр поликлиники. Поликлиника – это место, где приходишь лечиться амбулаторно. А отделение – это где лежат тяжелые дети. Чтобы лечить таких детей, нужно пройти специализацию на уровень высшего. То есть берешь на себя добровольный риск, ответственность и идешь. Порой приходится вести двойные приемы, еще люди без записи. И в итоге за рабочий день принимаешь очень много людей. И все это, к сожалению, сказывается на качестве оказывания помощи. За переработку, говорят, врачи не доплачивают. Не выдерживая нагрузки, они уезжают в соседний Новосибирский регион. А жители вновь в замкнутом круге. Не могут получить качественную медпомощь, не находят отклика и у властей. Главврач от комментариев воздержался. Почему ко мне эти жители не обратились? Я не в курсе, будут какие-то обращения по-моему? Я писала с 102 марта, я писала и Томенко. Я потом пошла на Вашун, и президенту писала, и Мишустину писала, и в Минздрав России писала. Все спускают на уровень. Здесь у меня все документы есть. Здесь пишут, что у нас все замечательно. Во всем этом виноват у нас, оказывается, только ковид. А то, что у нас больница уже буквально 10 лет, никакая. Все бегут отсюда, бегут в соседний район Черепаново. Ответы на все вопросы, в том числе и как удержать врачей, мы ждем от Минздрава. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком.